Приветствую вас, друзья мои, с вами Садридин. Сегодня я хочу заняться необычным делом. Вот перед вами картина, выполненная акварелью на бумаге Сандерс Вадерфорд размером 15 на 22 инч. Картина написана по собственной задумке и называется ковчег пророка Ноя. Я его писал не по фотографии, не по картинкам, а представляю сам перед глазами. Эту картину я описал давно, но захотелось его мне немного улучшить. И для этого я решил воспользоваться масляной пастелью. У меня есть небольшой набор из 12 цветов масляной пастели французской компании Сан-Эверфорд. И я попробую нанести кое-какие оттенки, кое-какие тени улучшить, придать более выразительность моей картине. Эта масляная пастель Сан-Эверфорд французской компании была изготовлена во времена Пикассо. Пикассо заказал именно для него специально сделать такую масляную пастель, которой можно работать на любой поверхности. И этот пастель удался. Его можно наносить, значит, как писать им как по бумаге, так же и по холсту, по дереву, по стеклу, по металлу и так далее. Получилась такая прекрасная универсальная пастель. Самая лучшая среди всех пастелек, которыми пользуются художники-профессионалы. И вот сегодня я решил впервые по акварельной краске, значит, наносить поверх, делать улучшения. Как я говорил, что на любой поверхности можно его, значит, пользоваться этой пастелью точно так же можно, значит, работать поверх любых красок, как масляных, также акриловых, акварельных и других сред, которые имеются. Я уже однажды работал поверх, значит, для улучшения поверх масляной картины. Картина уже была высохшая и я ее сначала предварительно обработал разбавителем вместе с небольшим содержанием лака, а потом поверх нанес масляную пастель. И результат меня вполне устроил. Что здесь надо еще отметить? После нанесения, после работы поверх масляной пастели следует, значит, покровной лак наносить не кисточкой, потому что масляная пастель медленно высыхает, ее можно размазать, а ее можно сверху покрыть, опять же, лаком-спреем. И для этого я, опять же, использую лак-спрей компании Санильяр. Этот лак-спрей очень объемный, во-первых, 400 грамм. Это я не для гравилам и говорю, а то, что компания заботится именно такими хорошими продуктами для художников. Спрей легко наносится без капель, без гамочков и потом его, значит, можно в два-три слоя сделать очень качественный спрей. Ну, это специально я сказал, чтобы поверх, если вы будете работать пастелю, выкрывать лаком, значит, следует только спреем, не кисточкой. Как вы видите, я вот, значит, поработал с этой картиной и вот результаты на лицо и оценивать вам. Эксперимент удался, так что вполне можно прекрасно улучшать картины, написанные любой краской. Именно в свое время Пикассо об этом очень хорошо подумал, что масляная пастель, она как завершающие штрихи наносить ими. Очень удобно, красиво, краски очень яркие, выразительные краски. Мягкая пастель, хорошо наносится. Посмотрите, какая была, какой стала. Вот результат на лицо, оценивайте, пишите комментарии, что вы думаете про это, ваши предложения, ваши вопросы. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Итак, на этом пока все. С вами был Санрикин. Всего хорошего.